Итак, у нас сегодня первая лекция на тему разработки программного обеспечения под Linux. Меня напомню, если вдруг кто не в курсе, зовут Георгий Курячий. Я работаю в лаборатории программного оборудования, не спрашивайте, что это такое. Довольно давно читаю всевозможные курсы по Linux-системам, а также вот как выяснилось еще и по пятонечку. Сайт наш uniex.org, на котором у нас все лежит, и данный курс – это спецкурс кафедры автоматизации систем учредительных комплексов кафедры СВК, которые, кажется, все еще можно оформить также как магистрский, так и бакалавский. Почему Linux? Потому что на самом деле, помимо того, что я работаю в культете, основное мое место работы – компания Vazalt S.P.O., которая представляет собой компанию, изготовивающую российский дистрибутив Linux. Но в отличие от большинства того, что называется российскими дистрибутивами Linux, наш дистрибутив – это фактически эксплуатация труда сообщества ArtLinux Team. То есть фактически дистрибутив, который выпускается в компании Vazalt S.P.O., они сделаны по принципу классических дистрибутивов Linux. У нас есть довольно большая команда, которая, разумеется, является, которая совместно занимается сопровождением хранилища пакетов, который называется CZIF. Это хранилище совершенно не является ничего копией, ничего клоном. Все монтейнеры входят в сообщество. В общем, кому интересно, можете посчитать. Но, в принципе, мы не… как это сказать? В принципе, мы с вами будем разговаривать не об этом в течение этого семестра, а просто я к тому, что я имею отношение к разработке программного обеспечения для Linux. И на этом основании имею право читать подобные лекции. Вот. Большая часть сегодняшней лекции будет посвящена… Ну, не большую. Но изрядная часть сегодняшней лекции будет посвящена тому, чему мы с вами учиться на ней не будем. Вот. Потому что по-хорошему, конечно, всем здесь присутствующим нужно каким-то образом освоить какой-то базис работы с Linux, базис работы с компиляторами, какими-то умения научиться программировать на C, в конце концов гид освоить. И вот этот объем, который требуется такому даже самому, что ни на есть, начинающему разработчику, в том числе разработчику для Linux, этот объем инструментов довольно велик и его нельзя впихнуть в 170. Поэтому я начну сегодняшний разговор с того, что перечислю, какие от вас, участников всего этого безобразия, ожидаются компетенции, то есть способности, в форме, чего мы не будем изучать и что при этом вам может пригодиться. Значит, как-то вот очень коротко представился, ну да ладно, все примерно понятно, да. Ну вот еще могу так вот. Это, значит, мой такой условно-посложенный список, значит, наших порядка 20 тысяч пакетов я сопровождаю 358 штук. В общем, не так уж мало. 18 тысяч. Ну вот, итак, какие знаменитости не снимались в этом фильме? Мы не будем разговаривать про то, как администрировать свою Linux-систему, потому что это прям целый код. Но при этом я ожидаю, что если вы пользуетесь каким-то лицом, вы можете туда ставить, удалять, обновлять пакеты, потому что нам это потребуется. Вы можете, вы должны знать, как называется, не знаю, пакет с компилятором в вашем дистрибутиве или пакет с девел-версией библиотеки и уметь это все поставить. Возможно, вы захотите настроить там какой-нибудь демон на своей машине, чтобы туда ходить дистанционно. Это все тоже, может быть, вам понадобится, но, к сожалению, не входит в рамки того, о чем будем говорить. Дальше. Я буду пользоваться на лекциях текстовым редактором Vim. Предположительно, каким-то текстовым консольным текстовым редактором вы тоже должны уметь пользоваться. Почему консольным? Об этом разговор будет чуть впереди. Вот. Это означает, что вы, конечно, можете разрабатывать ваше приложение, пользуясь большими IDE какими-то волшебными, которые все сами порождают, но удобно вам в нашем курсе пользоваться этими IDE не будет, потому что фактически вы будете пользоваться только как текстовым редактором. Соответственно, курс по Vim – это тоже целая тема. Вот. Я, конечно же, уверен, что Vim – это лучший редактор в мире, и, по крайней мере, самый лучший программистский редактор, из которого можно даже и DE сострять. Но про это у нас тоже рассказа особо не будет. Имеется в виду, что от вас потребуется. Мы не будем разбирать, что такое интерфейс командной строки, ну, по крайней мере, не будем это разбирать больше, чем на десять минут разговора. И как вообще эмулатор? И как вообще ею пользоваться? Предположительно, у вас должен быть либо такой навык, уже готовый, сформированный, либо вы его сформируете за время нашего с вами взаимодействия. Взаимодействие – это будет тяжеловато, но, тем не менее, я не буду отдельно, отдельно сосредотачивать внимание на том, как работать в командной строке. Понятно? Что от вас может потребоваться? Например, вы должны знать, как в вашей системе запускается эмулятор терминала. Эмулятор терминала – это вот такая вот штука. Да? Вот. В которой можно, собственно, выдавать какие-то команды. Вот. Это то, чего мы так или иначе будем делать. Вы должны примерно понимать, что эмулятор терминала – это такое устройство управления вашей операционной системой. И, например, если у вас программа зависла, что ее можно уметь применить. Да? Например, с помощью команды kill или с помощью посылки сигнала с клавиатуры команды control-center. Такие вот вещи. Это вы тоже должны уметь делать. Да? Пересгружать компьютер всякий раз, когда написана вам программа весна – это неправильно. Да? Это недостаточный опыт. Вот. Вы должны более или менее быть знакомы с тем шеллом, который используется в вашем эмуляторе терминала, в вашей командной строке. просто потому, что иначе вам будет страшно и неудобно. Да? Предполагается, что командная строка может быть достаточно удобной штукой, только ей надо уметь пользоваться. Вот. Вот уметь. мы не будем учиться программировать на C. Нет, этот курс не является руководством по разработке имени у нас. Предположительно, мы с вами, у нас у всех были осень на втором курсе, да? Мы чего-то на C программировали. Вот этого уровня не то чтобы достаточно, но для начинающего достаточно. Ладно. Если успеем, мы сегодня поговорим про систему контроля версий гид, но это будет единственный момент, когда мы на наших с вами лекциях по этой теме будем говорить про гид. предполагается, что немножко гид вы умеете, а если не умеете, вы идете вот сюда и щелкаете тьюториал до посинения просто. Ну, я почти уверен, что посинение наступит раньше, чем выдается до конца, но тем не менее. Вот. Значит, поэтому нет, несмотря на то, что умение пользоваться системами контроля версий входит в понятие скиллов разработчиков под Linux, мы отдельно этому вниманию уделяясь не будем, ну потому что иначе нам будет совсем тяжело. Просто не вылезем. Значит, сегодняшняя ленция, она такая условно-вводная, и поскольку все равно перед вами еще лежит задача зарегистрироваться, завести гид-репозиторию и так далее, сегодня я почти ничего не буду рассказывать про разработку, а вместо этого я внезапно расскажу про просекю решения. Вот. Те, кто уже слышали, страдаете, слушайте еще раз. Расскажу это вот для какой цели. Забегая в конец. Забежим в конец. За домашним заданием по сегодняшней лекции будет сформировать где-то в удобном для вас месте себе сборочную среду, там где мы с вами будем решать домашние задачи. Вот. Соответственно, что такое сборочная среда? Это какой-то линукс-дистрибутив, в который вы можете подоставить целую кучу пакетов, типа компиляторов, библиотек и так дальше, о которых будет идти речь в течение времени. То есть, это должна быть, должна быть такая линукс-система, в которой либо эти все нужные пакеты будут заранее установлены, и они там есть. Вот. Либо, значит, вы сами можете привести ее в такое состояние и на нем, значит, решать эти самые домашние задания. Какие у нас есть варианты? Вы можете, если у вас есть свой собственный линукс-дистрибутив, в котором вы пользуетесь на постоянке, будьте готовы к тому, что туда придется ставить все вот эти вот пакеты. Если вы не хотите засорять ваш дистрибутив каким-то левыми пакетами, которые потом непонятно как удалять, вот, вы можете либо запустить виртуалку, еще иное изолированное окружение. Вот под виндой есть такая штука Windows Subsystem for Linux, которая на самом деле является Linux Subsystem for Windows, но я не понимаю, почему они так называют. Вот. Значит, и в этой виртуалке уже гонять ваши домашки, потому что с виртуалкой и вообще с изолированным окружением проще. Вы туда ставите что хотите, не понравилось, удалил, переразвернул. Вот. Если вы хотите каких-то больших советов лично от меня, вы можете воспользоваться дистрибутивом, любым дистрибутивом, который делает либо компания BASAT, либо сообщество от Linux Steam. Вот. И тогда я с удовольствием вас проконсультирую. Есть такой целый сайт под названием getal.ru. Берете отсюда что угодно, ставите виртуалочку и работаете. Если же вам интересно смотреть в сторону разработки, но заниматься администрированием и вообще обслуживанием какой-то Linux машины вам не охота, тем более, что мы про это не разговариваем в течение семестра. Есть backup, такой запасной вариант, который состоит в том, что. Сейчас, секунду. Ох, как это плохо. Это факультетский Wi-Fi. Он так работает. Он не дает заходить по нестандартному порту по себе решил. Спокойно. Нет таких крепостей, которые бы не взяли большие. С этой машины у меня есть доступ. Сейчас. Вот мы добавляем ключик. Вот я про это как раз сегодня собирался рассказать. Ух ты, там кто-то меня двое, что ли, дважды залагинился. Если у вас нет желания самостоятельно администрировать свою Linux машину и все это делать, вы можете получить аккаунт вот на этой виртуалочке, она называется LinuxPract, на которой я сам делаю все домашние задания и на которой, как следствие, будут стоять все то, о чем будет установлено все то, о чем идет разговор на Linux. Из-за этого мне нужно просто в личку в телегу написать, вы даете мне аккаунт, я вам выдам аккаунт. Вот. Вот. Эта машинка используется. Ну, сейчас эта виртуалка не используется ни для чего. Вот. Я, может быть, если будет у меня время, покажу, что там еще есть на этой виртуалке, но пока что нам не до того. Вот. Так вот. Чтобы вообще это все было возможно и вы понимали, что я делаю, когда я захожу на этот самый LinuxPract и там работаю, как раз ради этого я потрачу часть сегодняшней лекции на рассказ про Secure Shell. Дополнительно этот рассказ про Secure Shell я хочу использовать на других лекциях по другим курсам, чтобы по сто раз не читать одно и то же, а вот ссылаться вот на этот курс. Вот. Поэтому я планирую рассказать побольше. Итак, поскольку вы можете попросить у меня аккаунт на этом самом ССХ, то про него надо рассказать. А еще на самом деле в процессе вот этого разговора я вам сегодня продемонстрирую примерно, как я вообще работаю с командной строкой. Вот. И в следующий раз, может быть, будет меньше недоговоренности, больше понимания того, почему, что это такое, если я с такой скоростью делаю. Ну вот. Значит, самое важное, что стоит упомянуть, прежде чем говорить про Secure Shell, про то, что вот эта вот штука, вот этот вот экранчик, называемый эмулятором терминала, называется эмулятором терминала вот по какой причине. Когда-то очень давно компьютеры управлялись с помощью… Вот. Вот. Вот эта штука может показаться, что это компьютер. В действительности этот девайс называется терминалом. Это такое устройство, состоящее из клавиатуры и электронно-лучевой трубки, подключающиеся к компьютеру по ком-порту. По порту последовательно. Вот. Он умеет передавать байты, и эти байты как-то рисуются вот на телевизоре. Один байт – одно знакомство. Как с печатной машинкой. И получает байты с клавиатуры, как с печатной машинкой. И, соответственно, каждая клавиша – это либо один байт, либо несколько. Все. Вот. Аппаратный терминал выглядел так. Соответственно, очень удобно было им пользоваться как печатной машинкой, а также как… Ну, понятно. Как и устройство выгодно тоже. Вот. Понятное дело, что в какой-то момент необходимость такого рода устройства, которые передают и получают байты и отображают их, она пропала. И наши современные клавиатуры и мониторы – это, в общем, гораздо более сложное устройство. Вот. Но Linux и Unix системы продолжают управляться с помощью так называемых терминальных линий, то есть некоторых логических потоков ввода и вывода, подключенных к какому-то воображаемому компорту последовательному, по которому они получают байты и выдают тоже байты. Поскольку даже компортов у нас уже теперь в компьютерах нету, все это финишировал в так называемый эмулятор терминала, который вот этот вот экранчик эмулирует вот этот экранчик. Наша клавиатура, на которой мы нажимаем, делает вид, что она вот такая клавиатура. Операционная система делает вид, что у нее есть компорт, к которому все это подключено. Собственно, вот этот ПТС1 – это и есть псевдотерминал. Вот. там не чуть-чуть хатрее, там есть ПТС1 – это выходной, и это YP – это входной, но это не очень важно. Важно то, что в результате, путем эмуляции всего, мы продолжаем управлять нашей операционной системой с помощью потока байтов. И она, значит, продолжает управлять нами тоже с помощью потока байтов. Понятное дело, что с такого рода устройство управление компьютером превращается в такой обмен фразами. Мы ему что-то говорим, а он нам что-то говорит. Вот. Мы туда команду, а он нам ответит. Ну, собственно, это и есть интерфейс командной строки, как он есть. Я обещал про него особо не рассказывать. Соответственно, сеанс работы выглядит так, что вы сначала подсоединяетесь к какому-то удаленному компьютеру, работаете, а потом отключаетесь. Или вы включаете терминал, настоящий аппаратный, вот тот самый, да, вот этот вот. Вот этот вот. Включаете терминал, он посылает аппаратный сигнал, у меня появился, значит, хэф. Ну, конечно, что он трубку поднял, как телефон. Компьютер говорит, о, включили терминал, давай логиниться. Потом вы разлогиниваете, выключаете, он говорит, я трубку положил. Компьютер говорит, все, это устройство не активно. Соответственно, когда я логинился, вот тут при вас еще не включил ничего, то есть не при вас, не при вас, да, а не при вас, а при вас, да. Вот. То вы видели, что я там владел логин пароль в каком-то графическом режиме, вот. И, соответственно, терминал у меня просто запускается, как отдельное, отдельное окошко. Да, а вот когда я получаю удаленную носту, я, конечно же, должен предоставить какие-то креденцию удаленной машине, в данном случае машине LinuxPract. То есть рассказать ей, кто я такой, потому что, ну, первый попавшийся человек по интернету удаленный носту, конечно, получить не может. Волшебным образом я ничего не говорю, как видите. Почему у него разногенец? Ну, ладно. Сейчас всех убьем. О, другое дело. Да, как видите, я ничего не говорю, никаких логинов и паролей. Мне дают доступ вообще без пароля на вот эту удаленную машину. Как так? Давайте вот про это и поговорим. Значит, для начала, для начала, зачем все это нужно? Очевидно, если я сейчас буду говорить логин и пароль, то надо их как-то шифровать. Потому что в незашифрованном виде вы передаете логин и пароль по всему интернету. Всем, кто, все, кто хочет, это везет. И завтра уже у вас там будет очень много разных гостей. Вот, неизведанных. И все они будут бать. Потому что они зайдут с вашими, с вашими этими, с вашими креденциями. Поэтому, понятное дело, для того, чтобы получать удаленный доступ, не важно какой, ну, в данном случае терминальный. Так, нужно как-то предоставить свои креденции, как-то представить систему. Давайте, кстати, это сделаем. Давайте мы сделаем так. Вот сейчас, если я попытаюсь зайти, меня спросит пароль. Да? Я его не помню. О, я его помню. Вот. Это классический способ логина на удаленную машину. Вы туда сосыхаетесь. Он, значит, много всего вам спрашивает. Глава говорит, так, единственный способ, которым вы можете связаться с этой машиной, это указать пароль. Укажите его. Пользователь, как видите, берется по умолчанию тот, который я. Вот. А если я хочу подойти, зайти под каким-то другим пользователем. Интересно, под каким. Да. Ну вот. Значит. А зачем я это делаю? Я забыл. Короче, вот. Неудобно. Нужно знать пароль от той машины, на которую вы логинитесь. Этот пароль надо каждый раз вводить. Вот это все. Вот. Ну, слава богу, он, этот пароль защищен, зашифрован. То есть, его невозможно подглядеть. В интернетах. Вот. И вот с этим как раз мы про это как раз поговорим. Сначала немножко совсем-совсем чуть-чуть теории. Вот. И связано с этой теорией практики. В чем вообще проблема симметричного шифрования, когда у вас есть пароль от системы. Ну вот как в данном случае логин и пароль. Если вдруг необходимо обеспечить доступ более чем одному человеку к ресурсу, у каждого этого человека должен либо свой логин и пароль быть, либо этот пароль надо всем рассказывать. А что знает двое, то знает весь мир, как известно. Вторая проблема стоит в том, что вот этот пароль, секретный пароль, штуку, которую вы должны никому не говорить. Вы постоянно всем говорите его. Постоянно его набираете на клавиатуре. Вы постоянно его, значит, передаете на удаленную машину. Там он анализируется, этот пароль. Ну то есть, некоторая противоестественная ситуация, что вот ровно ту самую часть ваших креденчалов, ту самую часть учетной записи, которую не надо никому рассказывать, вы постоянно всем рассказываете. С резкой на крупной. Вот. Суть ассимметричного шифрования в том, что у вас есть два разных ключа. И с помощью любого из этих ключей сообщение можно зашифровать, и при этом дешифровать его можно только с помощью второго. И наоборот. То есть, еще раз, мы одним ключом шифруем, любым из этих двух, а другим дешифруем. В чем бонус такого подхода? Один из этих ключей мы делаем секретно, другой публично. Секретный ключ мы никогда никуда не передаем и никогда никому не рассказываем. Публичный ключ мы раздаем всем. Тогда ситуация, когда мы взяли, раздали всем свой публичный ключ, зашифровали информацию своим секретным, означает, что это так называемая электронная подпись. Потому что в этой ситуации расшифровать эту информацию можно только вашим публичным ключом, только и больше не чем. И это значит, что вы подтверждаете, что зашифровали это именно вы. Обратная ситуация. Собственно, то, что называется странным словом «шифрация», чтобы не путать со словом «шифрование». Обратная ситуация, вы берете публичный ключ вашего получателя, вашего сообщения, с помощью публичного ключа получателя вашего сообщения шифруете это сообщение, и больше никто на свете, кроме него, получателя, это сообщение не сможет расшифровать. В отличие от ситуации с симметричным шифрованием, получается такая штука, что вы вот этот приватный ключ вообще никогда никуда не копируете, никому не рассказываете, он всегда при вас, вот что в общем хорошо. Так вот, да, никогда никому не показывайте закрытый ключ, никогда его не оставляйте в публичном месте, это хуже, чем пароль, потому что пароль вы все-таки как-то кому-то передаете, а закрытый ключ никому никогда. Публичный ключ можно вполне себе рассказывать людям. Для того, чтобы сравнивать публичные ключи, ну вообще ключи, они вообще большие, да, вот вы тут видели, я тут где-то в этом диалоге, у меня был здоровенный такой ключик, прям здоровенный, вот. Это, правда, очень устаревший формат, сейчас он задеприкатен, но тем не менее. Понятное дело, что если сравнением двух ключей, действительно это тот ключ или не действительно, занимаются не роботы, а люди, вот проверить вот это невозможно. Вот, и для удобства, для удобства... А, нет, ну сейчас мы сгенерируем какой-нибудь ключ. Вот, для удобства такого дела вводится понятие отпечаток ключа. Отпечаток ключа это просто хэш, который невосстановимый, разумеется, который, естественно, у двух одинаковых ключей одинаковый, а у двух разных ключей разный. Можно проверить хэш и с вероятностью очень высокой, ну, гораздо более высокой, чем вероятность того, что вот эта клавиатура внезапно улетит вон туда, потому что все электроны начнут двигаться в ту сторону. Вот, с вероятностью очень высокой, если хэши совпадают, то ключи совпадают, а если не совпадают, то они не совпадают. Вот, хэши, они же фингерпринты. Вот, для удобства визуального сравнения фингерпринты бывают визуальные, вот такие. Вот, потому что проверять там 64 буковки по очереди на глаз очень тяжело. А вот здесь вот всегда можно, всегда можно найти какой-то паттерн, обратите внимание, пирамидка с треугольничком, вот, и тут написано Би-Би-Би. Ну, короче говоря, найти вот в этом визуальном ключе какой-то, в визуальном отпечатке какой-то паттерн, вот, и проверять эти паттерны. Вот, зачем все это нужно? Ну, мы вернемся к ключам, вне к отпечаткам чуть позже, скажу, зачем я вообще про это рассказываю. Итак, мы можем при подключении на удаленный компьютер шифровать данные. Эти данные мы должны шифровать чем? Открытым ключом вот этого удаленного компьютера. Мы говорим, смотрите, мы не хотим передавать критически важную информацию в нешифрованном виде, мы ее шифруем открытым ключом удаленного компьютера. На удаленном компьютере есть закрытый ключ, который никому не показывается, он будет дешифровать его сам, и никто другой, если только он не взломает этот компьютер, руками не украдет закрытый ключ. Не сможет расшифровать этот тарг. Все хорошо. Чтобы подключиться к удаленному компьютеру, необходимо зашифровать открытым ключом. Проблема стоит в том, что этого открытого ключа у нас еще нет. Мы же должны его как-то получить. Кто нам его расскажет? Кто нам расскажет, как в первый раз до нас дойдет вот этот открытый ключ? Вариант номер один. Канал передачи данных 100% надежный. Если к нам кто-то прислал что-то и говорит, я хост такой-то, я вам прислал свой хост ки, мы ему 100% ведем. Тогда по этому каналу передачи данных, скажем, по протоколу, к нам приезжают. Мы говорим, так, расскажи мне хост ки. Удаленный хост говорит, вот мой хост ки публичный. Мы такие, ну, отлично. Сейчас мы зашифруем с его помощью данные и отправим на сервер. Сервер дешифрует их с помощью своего приватного ключа парного. И всем хорошо. Трафик в сети зашифрован, все хорошо. Следующая ситуация. Мы не доверяем нашему каналу. Он может быть скомпрометирован. А может быть и нет, мы ему не доверяем. Как тогда? Ключа у нас нет. Мы используем другой какой-нибудь канал, который 100% доверен. Например, мы звоним администратору, говорю, продиктуй мне, пожалуйста. Ну, ключ он продиктовать не сможет, он длинный. А вот отпечаток вполне можно. Продиктуй мне отпечаток. Или он лежит там на веб-сайте. Или опубликован в DNS, тоже так бывает. Там есть поле TXT в DNS, вы можете прямо там. Мы что делаем? Мы говорим, дай мне хвостки. Удаленный хвост, говорит, вот тебе хвостки. Мы говорим, да? Сейчас проверим. Вычисляем его отпечаток. Сравним этот отпечаток с опубликованным ключом. Хоть вручную, хоть автоматом. На бумажке вам админ это переслал. Неважно. Другим каналом. Если отпечатки совпадают, то вероятность того, что это тот самый хвостки, очень высокая, вот, достаточно высокая, чтобы мы этому делали веру. И дальше поступаем, как было. Шифруем с помощью хвостки, присылаем удаленный компьютер, он дешифруем с помощью привейки. Сеанс защищен. Третья, канал скомпрометирован, но мы ему все равно верим. Вот здесь, возможно, так называемая атака, манкинзэмиду, нори манэнзэмиду, которая подменяет, перехватывает наш трафик и подменяет креденшин. Делается это так. Мы посылаем запрос, хост, расскажи хостки. Атакующий этот запрос перехватывает, сам посылает свой собственный запрос, расскажи мне хостки. Получает этот хостки. А в ответ на наш вопрос присылает свой хостки. Мы верим ему, шифруем с помощью ключа атакующего трафика, пересылаем его, он снова перехватывает этот трафик, дешифрует его, потому что это его хостки, и у него есть отверстие привейки. Может быть, даже что-то подменяет там. Шифрует хостки, которые он получил от настоящего абонента, и отсылает дальше. Если мы не проверили, что вот это не равняется вот этому, вполне возможно перехват и подмена информации. Атака Манхи Дземиду известна с очень давних пор. Она очень неплохо описана Александром Сергеевичем Пушкиным в сказке о царе Салтане. Вот, если вы помните, был такой момент, когда, значит, царь Салтан же женился на одной из трех девиц, а две другие очень ревновали. И вот она, значит, шлет сплеспома на гонца, чтобы порадовать отца. А ткачиха с бабарихой, свати бабой, с бабарихой, они, значит, подменяют, поскольку верификации нету, мы же не знали, да, они подменяют одно сообщение другим. И вон то ли сын, то ли дождь, значит, то ли неведомо зверушку. Абонент отвечает, ну, сдать царевого извращента законного решения, а они опять подменяют, и там все плохо у них. И царит свой приплод тайно бросит без навыки. Вот вам, пожалуйста, monkey in the middle, как он есть. Описано, значит, итога, глядя на все вот это, что должны сделать мы, чтобы получить доступ к удаленной машине? Во-первых, как-то обменяться ключами. Кстати, надо опубликовать, сейчас, давайте я здесь туду сделаю. А зачем туду? Я сейчас прям проверю. Так. Сейчас мы сделаем это. Да что он? Стойте. Стойте, стойте, стойте. Нет, это право. Я пытаюсь понять, у меня есть этот ключ среди хвостки или нет? Секунду. А почему он мне не спрашивает? А, потому что он вот так будет. Все. Я хочу просто показать, как это выглядит в реал-лайфе. Сейчас мы удалим этот ключ. Вот он. Да блин. О, смотрите. Вот, мы сейчас видим тот самый первоначальный обмен ключами через предположительно стопроцентно надежный канал. Ну, вряд ли кто-то за эти несколько секунд умудрился перехватить мой трафик и все подменить. Но на самом деле, помните вот эту картинку? Треугольничек, треугольничек, бе-бе-бе-бе. Я это уже говорил. Это тот самый ключ, мы уже видели его. Это ключ моего удаленного Linux-праха, который, кстати, надо тут сейчас опубликовать, потому что это именно он. Итак, нас спрашивают, а тот ли этот хвост? Ну, конечно, вот эту штуку я наизусть не помнил, а вот эту штуку я узнал, вот эту пирамидку без угла, да, и бе-бе-бе-бе. Так что говорю, да, это тот хвост, туда можно заходить. И дальше он спрашивает логин и папа. Мы решили только половину проблем. Мы научились шифровать трафик при связи между нашей машиной и удаленным хостом. Но у нас все еще спрашивают пароль. Пароль мы тоже не хотим выдавать. Вы же не хотите мне рассказывать свой пароль, когда будете регистрировать. Поэтому мы сделаем следующее. Мы сгенерируем свой собственный ключ и скажем удаленной машине вот этому Linux-праву, чтобы он нас пускал не по логинной паролю, а по предъявлению закрытого ключа. Мы будем шифровать трафик нашим закрытым ключом, а нашим открытым ключом, который мы положим сейчас туда, на удаленную машину, мы будем его дешифровывать. И тот факт, что эта дешифрация вообще возможна, будет означать, что это действительно мы, потому что никто кроме нас нашим закрытым ключом восходит с нас. Вместо логина и пароля будет наш пар, приватный ключ у нас, открытый ключ мы положим на удаленную машину. Давайте это сделаем. Вот мы, значит, генерируем ключ с помощью команды сейчас хаки и ген. Вот. Обратите внимание, два, две штуки генерируются. Ну, допустим, они называются EDRSA, это, в общем, не очень важно. Да? Мы можем использовать алгоритмы. Давайте так. Милосты. ЕД, вот это. Можно указать тип ключа. По умолчанию RSH-шный ключ грузится. Про него хотя бы известно, что он вычислительно непробиваемый на современной технике. А вот про алгоритм ED25519, который делает Диджи Берштейн, известно, что он очень суперкрутой, но про него еще не доказано, что нельзя его диндексировать. Кажется, не доказано. Но это эллиптические функции, с ним вообще все тяжело, их нельзя просто так диндектировать. Вот давайте сгенерируем такой ключ. Вот. Он говорит, будем генерируются? Будем. Введите пасфразу. Ну, давайте введем пасфразу, я не знаю какую. Ну, какую-нибудь. Публичный ключ, который я тоже сгенерирую, лежит в точке с ССХ, называется ided2519.pub. Вот он. У него вот такой отпечаток. И вот такой отпечаток этот самый ASCII fingerprint. Ну, какой-то он невразумительный. Хочу еще раз. Да, блин. Извините. Хочу про него пасфразу объяснить. О! Ну, окей. Мне нравится вот эта вот штука, такая змея, как если бы какая-то нога или, не знаю, паучья. Да? То есть, как это самый бог паука. Такая паучья нога. Класс. Такой обрезанный паук. А тут глаза его бесконечные. О-о-о-о-о-о. Вот. Хорошо. Хороший ключ. Значит, вот этот ключ. Вот. Я его сгенерил. Вот его приватная часть, вот его публичная часть. Вот его, значит, fingerprint, и вот его fingerprint ASCII. Что мы теперь делаем? Теперь мы должны подложить вот этот вот этот конкретный конкретный файл, вот. Он, кстати, видите, довольно небольшой по сравнению с тем DSS-ным ключом, просто маленький, но это потому, что рептические функции, они вычислительно очень сложные. Мы должны подложить вот этот конкретный ключ в специальный файл, который называется authorized keys. authorized keys это файл, где перечислены все ключи открытые. Если с помощью них можно дешифровать трафик, значит, логин авторизованный, это как если бы вы рассказали логин и пароль. Вот. Как это делать? Ну, это делать с помощью скрипта, который называется SSH copy ID. Дальше мы говорим пользователь, дальше мы говорим на какой машине он находится. Вот. Он говорит, смотрите, у вас тут есть один ключ, сейчас мы его туда скопируем. ну, сейчас скопируем. О, он говорит, скопируем. Я вонгую, что сейчас мы при заходе вот сюда вот не будем вводить логины и пароли. И правда, логины и пароли мы не вводим, но зато мы вводим пасфразу от этого ключа. Ну, что поделаешь? Ну, то есть, поменяли шил на мыло. Раньше мы вводили пароль от сайта, теперь вводим пароль от ключа. Чем это хорошо? Ну, в первую очередь, это хорошо тем, что у нас один пароль от одного закрытого ключа, а не 10 паролей от 10 сайтов, или там 100 паролей, 100 паролей от 100 сайтов, которые мы еще и по интернету пишем. Вот. Понятное дело, что кто-то загинется пользователем юзер. Интересно, кто это был. А, я даже знаю, кто это был. Я даже знаю, кто это был. Только его здесь нет. Ну вот. А как так случилось, что вот эта штука... Секунду. Не показывается. О, да. Вот. Здравствуйте, сокращенец. Я знаю, что это были вы. Это наш постоянный слушатель наших лекций. Вот. Человек с ником сокращенец. У него есть аккаунт на нашей машине LinuxPrag под именем юзер. И вот он оттуда нам шлет такие загадочные сообщения на не вполне русском языке. Да. Таким образом, смотрите, что произошло. Я при подключении к удаленному машине вместо пароля вот этого пользователя указал ключ. Пасфразу к ключу. Смотрите фишку. Во-первых, фраза одна для ключа, а во-вторых, я ее не передавал по интернету. Закрытый ключ за пароль лежит у меня вот здесь. Вот он. и это моя локальная машина спросила этот пароль, дешифровала, распаролила этот ключ и с помощью этого ключа зашифровала данные, отправила туда и так дальше. то есть вот этот диалог он сравнительно безопасный. Вот этот диалог он сравнительно безопасный. Он происходит не удаленно через интернет, а на вашем комплекте. Который предположительно вы администрируете, вы понимаете, что там происходит, никого не пускаете. Ну, дальше больше. Давайте сделаем так, чтобы нас вообще никто не спрашивал пароли. для этой цели нам потребуется специальная программа называемая SSH-агент, которая висит в памяти и держит распароленные ключи, которые вы ей рассказали. Вот. Вот у меня запустился SSH-агент. Он говорит, что вы должны настроить вот такие переменные окружения. Вот. Ну, я их прямо скопипащу сейчас. Вот. Значит, это сокет, через который происходит на вашем компьютере, обратите внимание, авторизация. Ну, и PID, идентификатор процесса запущенного SSH-агента. Теперь мы можем сказать вот так. Он говорит, у вас в агенте ни одного ключа еще нет. Давайте добавим. Он говорит, введите пас-фразу. вот он, это наш ключ, можно посмотреть его полностью. Сейчас мы увидим, что это именно он. Вот он, C3NZA. C3NZA. Вот. Таким образом, мы добавили в агент ключ, распоролили его в этот момент, когда добавляли. И теперь он у нас болтается есть. с этим ключом нас пустят на практику. Упс. Давайте даже повнимательнее посмотрим. Что сейчас произошло? Я сказал с H-V, который нам сейчас расскажет все, что происходило. Почитали настройки, посмотрели, существуют ли какие-то у нас ключи. вот посмотрели, выбрали агентное шифрование, залогинились на хост. Хост у нас уже кновен. Помните, мы говорили yes. Хост имеется в каталоге кновен хост, как в, не здесь, вот здесь, вот он. Во. Ключ удаленного хоста найден в 167 строке файла non-host, значит, присоединяться можно. На всякий случай он нам написал, вдруг каждый день мы видим вот эту картинку, а в какой-то момент мы увидим другую, значит, там что-то неприятное происходит. Дальше происходит выяснение, можно ли на этом хосте залогиниться. Он говорит, смотрите, у нас есть много разных форматов ключей, мы все из них попробуем. Но сначала мы попробуем вот этот, потому что он в агенте есть. Он прямо в агенте уже записан. Поговорили с сервером какие-то алгоритмы шифрования. Он говорит, вот сейчас мы тебе предложим из агента вот этот ключ. Упс, он подошел. Все, authenticated. Нас аутентифицировали на удаленном хосте, потому что мы ему показали вот этот самый закрытый ключ. Ну, а дальше нам выдали шел. Вот такая вот картина. Значит, обращаем ваше внимание на то, что описанный нами вот здесь процесс нужен не только для получения терминального доступа к удаленному серверу, а еще для получения доступа к вашему репозиторию на гитхабе. Тот же самый ключ, который вы только что сгенерили, или на факультетском гитлабе. Можно положить куда-нибудь вот сюда. Вот. Здесь у вас, у всех, кто просто студент в МК, должен быть логин и пароль факультетский, который с чего-то там по номеру студенческого, а у кого нету, у того может и не быть. Но тогда вы можете сделать то же самое на гитхабе, например. У меня вот такой. Вот. И вы можете положить вот этот свежезгенерированный ключ в качестве ключа доступа на readwrite в вашем репозитории. Вот. Так. Это надо вот сюда. Во. Так я уже делал. У меня уже один такой ключик есть. Вот я могу положить еще один. Да. Вот возьмем, прям говорим. Не перепутайте только, пожалуйста, закрытый ключ с открытым. Ваш закрытый ключ никому не нужен. то есть нет, он нужен всем, конечно, но не так. Он всем интересен, но он никому не нужен. Вот. Очень простое правило. Закрытый ключ никому вообще не показывайте. Это никому не нужно знать. Только открытый. Вот мы открытый ключ сюда добавляем. вот он получается. И вот по этому ключу я теперь могу получить read-write доступ до моего репозитория, ну, в данном случае на факультетском GitLab. Вот. ну, например, склонировать какой-нибудь dummy project. Вот. Дело в том, что ваше домашнее задание будет как раз храниться именно в GT по определенным правилам. И вам все равно придется этим пользоваться. Вот смотрите. Вот он этот ключ, который мы только что засунули в GitLab. И я могу теперь сделать вот так. Он тут спрашивает, правильно ли это хвостки. Я помню. Там такая должна быть пирамидка. Смотрите. Довольно узнаваемая штука. Как если бы это была такая вазочка, закрученная по диагонали. Вот она вот отсюда. Дальше такая диагональ. Ну, короче, это правильно хвостки. О! Вот. Видите, нам не разрешили склонить по протоколу Git, то есть по протоколу Squirrel с этим ключом, который я только что подложил. В этом, кстати, будет стоять ваше домашнее задание. Чтобы вы тоже могли так делать, чтобы у вас был доступ к GitHub или GitLab и чего хотите. Напоминаю также, что у всех, у кого есть логин по студенческому, логин в Машзале и так далее, у всех есть логин и на Git csm.ru. Вот. Так же, как у меня. Это мы поговорили про Secure Shell и про агента. Значит, с агентом ситуация следующая. Вы можете на самом деле запускать агент, сейчас, давайте его убьем. вы можете запускать агент вот так. Вот. Что это такое? Это запуск вот этого агента, который выдает на стандартный вывод некоторые команды, которые потом вам нужно с KPP-сеть и выполнить, но вы ленитесь и говорите, вот, пожалуйста, выполни вот это, то, что, выполни текст, который эта программа выдаст, как команду Shell. И вот видите, что он делает? Он запустил агента, он все, вот, мы можем сделать вот так вот, мы можем сделать вот так, короче, все по-новому. Вот. Я к тому, что вместо того, чтобы запускать СССР-агента руками, а потом делать копипасту того, что он просит настроить, можно делать вот от того, все делать вот одной такой командой. Вот. Можно, в конце концов, во многих операционных системах агент запускается сразу по умолчанию, просто по факту логина. Поэтому вам вообще его не нужно запускать. Это, знаете, как проверить? Проверить очень просто. Если вы говорите вот так вот, значит, агент не запущен. Да? А если агент запущен, и вы говорите вот так, потом говорит вот так. Ну, все. И это, что касается, что касается Security Shell, кажется, я закончил. Так. Значит, теперь относительно разработки. Сейчас будет такой материал для самых маленьких, конечно. В этом материал для самых маленьких с зелеными галочками будет помечено то, с чем так или иначе мы в этом семестре будем работать. Значит, разработка как таковая. Собственно, программирование, там, значит, инструменты поддержки разработки и так дальше. Вот. Работа с исходным кодом. А также, например, подготовка документации к вашему программному продукту мы будем говорить про то, как генерировать техническую документацию из комментариев к функциям носения. Вот. Разумеется, сбор программного продукта из большого количества исходников, это тоже, чем будем заниматься. Разумеется, тестирование, отладка. все это у нас будет. Еще немножко. Мы поговорим про дипломент, но только самое начало. Мы не будем работать, не будем делать заливку в репозитории, не будем формировать пакета, мы не будем формировать установщик и дипломент, и не будем говорить, как сопровождаются программные продукты. вот этого всего, несмотря на то, что это входит в понятие цикл, в жизни цикл приложения, у нас не будет, но будет локальный дипломент, то есть ситуация, когда мы вот только-только сделали наш программный продукт и тут же посмотрели, а как он устанавливается. Вот это у нас будет. А, вот для самых маленьких. Значит, ну мы обычно редактируем, потом собираем, потом компилируем, потом тестируем, потом снова редактируем, собираем, компилируем, тестируем, ну и так дальше. Все эти инструменты, могут сосредотачиваться в одном единственном приложении, которое называется IDE, да, как это называется, Development Environment, Integrated Development Environment, Environment. Вот. Но этим мы заниматься не будем по двум причинам. Причина первая, что те люди, которые получат доступ, если захотят, получат доступ вот сюда, да, оттуда IDE не запустишь, там только терминальный доступ, соответственно, даже текстовый редактор можно запустить только консольную. Причина вторая, я очень хочу распилить вот эту засунутую в IDE-шках под капот процедуру разработки на составные части и посмотреть, как каждую из этих составных частей руками можно проделать. Отдельно дебанг, отдельно то, отдельно сё, отдельно пятое. Потому что очень часто бывает, что такого разработчика линейного сажают за заранее настроенный, там, не знаю, ну вот, в случае Питона Пайчарм, и он, в общем, просто тупо жмёт на какие-то кнопочки, вообще говоря, не представляя, что такое система контроля версии даже. Я это видел. Люди не могут там тесты запустить на Питоне, потому что за них это делает Пайчарм. Вот. Поэтому мы всё это распилим на части. У меня есть вполне себе такая формальная отмазка. Мы всё делаем только в командной строке, потому что вот, ничего кроме командной строки на этом сервере нет. Тогда давайте поговорим про текстовый редактор. IDE поддерживает кучу всего. Чего мы хотим от текстового редактора? Хотим ли мы, чтобы у него была подсветка синтаксиса нашего языка? Ну, на самом деле, это удобно. Хотим. Не только подсветка синтаксиса, но и, допустим, автоматическое отслеживание отступов, автозакрытие скобочек, ну, какой-то такой приятный, приятный сервис, чтобы можно было быстро программировать. Хотим. Хотим ли мы, чтобы изнутри редактора можно было сразу сказать вот этот, вот этот, вот этот файл, пожалуйста, собери вместе, и это одна единственная, это один проект. Не хотим. Мы лучше сделаем файл проекта руками, и в этом файле проекта сами напишем, как собирать наш, наш большой продукт. Вот. Хотим ли мы, чтобы у нас в текстовом редакторе выскакивали попап сообщения, вот эта функция такая-то, у нее такие-то параметры, вот это все. Честно говоря, не хотим. Да, действительно, онлайн-хелп очень удобная штука. Но мы с вами все-таки будем делать этот хелп руками. Маны мы будем смотреть руками. Вот. Итога. Да, разумеется, отладчик, разумеется, какие-то профилировщики, все остальное, все это к понятию текста редактор не относится, и остается только одна звездочка. Мы будем пользоваться редактором, у которого есть подсветка синтекса. Все остальное мы будем делать отдельно, руками, и, значит, вот. Таких редакторов на сервере, скажем, у нас минимум 4 штуки. Есть, разумеется, есть Vim, без Vim и никак. Есть на самый крайний случай, не знаю, насколько это нужно, Midnight Commander, точнее, МЦ Едет. Удивительным образом МЦ Едет вообще-то, вообще-то, сейчас покажу. оказался неплохим редактором, хотя, конечно, я бы не стал им пользоваться. Вот. Вот он умеет даже какие-то подсветствовать. Это табуляция, если что, вот эта вот хрень, эта табуляция. Вот. Есть Nano, есть, я вот тут нашел специальный проект, он называется Micro. Такой редактор, вот, ой, 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 Я им пользоваться не умею. Я им пользоваться Vim. Так, а как там help, control-g help? Ого, тут есть прям help. Control-q. Вот. Ну вот. Короче говоря, выбирайте по вкусу, вы даже можете на самом деле разрабатывать приложение где-нибудь дома, а потом с помощью R-Sync копировать куда-то на сервис, чтобы их запускать, но это извращение. Как следствие, и это на самом деле единственная разумная тема, имеющая отношение к теме нашего курса сегодня, как следствие, сборочное окружение, и это довольно многослойная такая структура. Сокращение страдает. Как это не будет кода поддержки, не будет пункта поддержки? Это же самое интересное. Чтение кода, написанного два года назад. Написание костылей для костылей. Да, тут вот, тут вот это самое, сокращение говорит, что еще есть такая штука, как ССХ-ФС, и вы можете удаленно подмонтировать к своему компьютеру по ССХ-ФС нечто, отредактировать здесь любимым своим текстовым редактором, а потом зайти туда просто с ССХ-ФС и запустить там компиляцию. Но это уже тоже мелкое извращение. Ну, как? Это не извращение, например, если вы редактируете файл для какой-то хитрой архитектуры, которую у вас здесь нету, а где-то там на удаленной машине она есть, там, диск-файв какой-нибудь. Тогда действительно удобно пользоваться вашим привычным окружением, если вы не привыкли пользоваться ВИМом, пользуйтесь там чем-то таким, блокнотом каким-то. Сохраняйте этот файл на ССХ-ФС в соседнем окошке, компилируйте оттуда и оттуда запускайте. Так вот, сборочное окружение оказывается многослойной, интересной, такой волшебной структурой. Ну, конечно, нам нужен компилятор, компоновщик, то есть что-то, что будет превращать нашу программу на Си, а мы программируем в этом семестре на Си, в бинарник. Какие-то библиотеки, с которыми вы это собираетесь. Дальше сборочные варианты библиотек. Мы когда будем говорить про это, мы поговорим, чем это отличается. Ну, грубо говоря, include файлы-то вам не нужны для работы программы. Они нужны только для сборки программы. Вот такие вещи, которые нужны для сборки программы с данными библиотеками, как раз входят в девел-версии пакета. Вот тот самый текстовый редактор, у которого должна быть какая-то поддержка работы с текстами, написанными на языках программирования. Система контроля версий, мы будем пользоваться ГИТО. Какие-то утилиты, которые работают с непрограммными компонентами вашего проекта. Например, у нас будет лекция про интернационализацию. И18-эт, N это И, дальше еще 18 букв и N. Интернационализация. Вот. Какие-то инструменты сборки больших проектов из многих файлов. У нас все эти годы был Make. Возможно, мы в этом году поменяем на Ninja плюс Maison, а возможно, нет, не знаем. Я все еще топлю за Make, но вот... Да. Какие-то инструменты информационные, чтобы можно было разбираться в строении библиотек, смотреть, где какой символ лежит, как получился бинарник. Короче говоря, когда вы разрабатываете, мы говорим про сборочное окружение, когда вы разрабатываете приложение, вам очень часто надо получить информацию о том, что и как и насколько хорошо вас слышат. Разумеется, астрональщик, разумеется, трассировщик какой-то, который бы показывал, что там у вас системные вызвания, профайлер и все такое. Вот. Все это должно входить в понятие сборочное окружение. Если у вас чего-то из этого нету, возможно, вам будет тяжело жить без атлальчика жить тяжело. Вот. То есть, это означает, что если вы берете какой-нибудь произвольный современный дистрибутив и просто ставите его из коронки, скорее всего, сборочного окружения там не будет. Потому что там вот этого всего может просто не быть. Для того, чтобы запустить диск-клоп под линуксом, вот этого всего не нужно. Имейте это в виду. Возвращаемся к началу. Если вы пользуетесь каким-то линуксом, умейте ставить, удалять, обновлять пакеты, а также знайте, как они у вас называются в вашем дистрибутиве. Такие дела. Значит, нам осталось пять минут про ГИД. Поэтому давайте я сразу скажу, что домашним заданием пока что мы его еще не определили, но домашние задания будут выкладываться в один и тот же ГИД-репозиторий, в подкаталоге этого ГИД-репозитория с определенным именем. Своевременность решений домашних заданий, а своевременность это значит нужно их решить за неделю за 100% цены, за две недели за 50% цены и все оставшееся время за 25% цены. Своевременность этих заданий будет проверяться по их работоспособности и времени последнего коммита в данный каталог, ну то есть, скажем так, последнего коммита, затрагивающего данный каталог. Вот. И это значит, что со следующего раза, в этот раз такого задания не будет, но со следующего раза вы должны будете освоить вот этот формат, я расскажу в следующий раз какой он, и не забывать значит вовремя коммитить, пушить точнее то, что вы значит напрограммировали и накоммитили у себя в локальных репозиториях. Вот. Сейчас разбираться, что такое гид, мы с вами точно не будем. Просто напоминаю, что вот гид это распределенная система контроля версии. У вас всегда есть нечто под названием публичные репозитории, это то, что вам нужно сейчас будет завести в решении домашнего задания. И локальные репозитории, которые вы склонились публично на вашу локальную машину и там работаете. Локальные репозитории гида содержат, если вы не предпримите таких крупных извращений, локальные репозитории гида содержат полную копию удаленного репозитория, там лежит вообще все, что лежит в удаленной копии. И вообще гид хранит все. Он хранит все состояния всех файлов, которые когда-то были в истории вашей разработки. Вы все равно не напишите так много, чтобы это было много. Да, вы можете его переупаковать, и тогда там будут храниться какие-то дифы, еще что-то. Но по умолчанию хранится все. Это очень удобно, вы всегда можете переключиться на любое состояние вашего репозитория. Вот это вот. Вот. Цикл работы выглядит так. Вы клонируете удаленные репозитории, дальше изменяете что-то, туда добавляете какие-то файлы, редактируете, дальше добавляете некоторые из этих файлов в коммит, дальше его коммитите. Дальше можете делать следующий коммит, снова изменяете файлы, добавляете, коммитите, изменяете, добавляете коммитите. То есть у вас накапливается некоторое количество коммитов. Дальше вы эти коммиты все пушите на ваш публичный репозиторий. Вот. И это значит, что с этого момента люди, которые имеют к нему доступ, могут его синхронизироваться с ним, сделать пул. А пул это всего лишь фич и мерж. То есть сначала вы засасываете репозиторий, фич, все объекты, а потом мержете текущую ветку с ее состоянием в репозитории. И дальше снова по кругу. Вот. Примерно это будет от вас ожидаться, а я буду ожидать, что в тех репозиториях, которые вы зарегистрируете в качестве базы для решения ваших домашних заданий, как раз и будут эти самые решения домашних. Вот. Значит, больше я ничего рассказывать про гид не хочу, потому что нет времени. ничем, кроме вот такой линейной разработки в этом семестре с гидом мы делать ничего не будем. Так что там все просто. Надо освоить четыре команды. Пул, пуш, мерж, нет, пул, пуш, коммит. Все. Ну, вот. Где вы будете захотеть организовать со сборочного окружения, мы уже поговорили. Теперь про домашнее задание и на этом закончим. Первое. Конечно же, сделать какое-то себе сборочное окружение, на котором вы будете решать домашнее задание. В этом сборочном окружении должно быть вот примерно это. Вот. На самом деле, пока что вы должны просто знать, что вы умеете это делать, да, ставить эти самые пакеты, потому что какие-то пакеты мы пока до конца не знаем. Ну, можете посмотреть на конспект прошлого года, что именно там понадобилось. Вот. Ну, я могу и... Ну, короче, я исхожу из того, что практически любой динамин-линукс-дистрибутив уж чего-чего, а сборочные инструменты сборки имеет в полном объеме. он, линукс, вообще для этого сделан. Поэтому, даже если у вас какой-то удивительный дистрибутив, все равно, значит, все, что я обычно на лекциях использую, там будет. Вот. Дальше. Заводите себе публичный репозиторий в каком-нибудь гид-хостинге, где угодно. Гитхаб, гитлаб, наш гитлаб факультетский, который я только что вам демонстрировал. Вы можете даже сам селф-хостинг какой-нибудь гитэю развернуть или клетэю. Есть такой прекрасный инструмент, который можно развернуть за пол пинка и он будет гид-хостинг вам делать. Короче говоря, единственное, что от вас требование, это репозиторий должен быть публичный, то есть я должен уметь делать его гитлон. Вот. И вот здесь вот на гитхабе в качестве комментария вот к этому ишью вам придется залогиниться на гитхабе, черт. Ну, значит, вам придется завести аккаунт на гитхабе, уж простите, хотя бы ради того, чтобы вот регистрация на этот спецкурс, регистрация на этот спецкурс и это наличие вот здесь комментария вот в таком виде. Значит, почта, присланная мне куда-то, лично мне куда-то присланная почта не является регистрацией на этот спецкурс. Вот это регистрация на этот спецкурс. Имейте это в виду. Вот. Ну, собственно, все. Мне кажется, я сказал все, что хотел и мне кажется, что я ровно уложился в полтора часа. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. В следующий раз у нас уже реальные задачи. Давайте посмотрим, как они выглядят. Зайдем в прошлый год. А, нет. не знаю. Я буду немножко переструктурировать формат курса, потому что, мне кажется, в следующий раз Hello World писать это уже как бы мало. Давайте посмотрим, что будет через раз. простой проект. Да, возможно, в следующий раз мы как раз будем писать вот что-то вот такое. Ну, короче, я пока не готов. Но, в чем я точно увидел, в следующий раз уже будет полноценное домашнее задание с описанием того, как его надо коммитить. Вот это все. Вопросы? Да, конечно. То есть, смотрите, это вообще довольно забавная тема. Если бы у нас вот в следующем семестре у нас будет курс разработка на питоне и там мы будем говорить больше, потому что это курс совместной разработки и там будут дисциплины совместной разработки обсуждаться и так далее. Гид как инструмент он не обладает так сказать алгоритмической полнотой. В нем нет способа задепловать ключ. В гиде даже нет способа на удаленном сервере завести пустой репозиторий. Обычно на хостинге есть такая кнопочка завести репозиторий. Именно потому, что вы не можете это делать поэтому тут в общем проблема к курицы и яйца. Вы сначала должны зарегистрироваться а потом подложить ключ. По-другому не получится. Вот. Соответственно для того, чтобы зарегистрироваться на Linux Праке вы мне присылаете открытый ключ. Ровно так. Еще вопрос. Если нет, тогда всем спасибо. В следующий раз я еще не уверен, что у нас будет что, но точно будет боевое программирование. я надеюсь, возможно, мы уедем из этой аудитории. Она мне не нравится из-за того, что Wi-Fi и проектор страшный, но как известно, лучший враг хорошего. Не исключено, что следующая аудитория будет еще лучше. И мы опять перейдем в эту. Но посмотрим. Дмитрий Юрьевич обещал поискать аудиторию. Все. Всем спасибо и до новых встреч. Не забудьте зарегистрироваться. Регистрация заканчивается, кажется, формально. Вы можете себе в спецкурс записать до конца сентября. Я не помню.